Резиденцию губернатора готовят ко встрече с детьми. Для новогоднего приема впервые поставили елки и декорации по мотивам сказки «Щелкунчик». В резиденцию пригласят самых одаренных юных южноуральцев. Когда? Об этом в нашем материале. Маргарита Стрюкова поет на французском, прекрасно играет на фортепьяно и владеет флейтой. В планах научиться играть на барабанах. В школе девочка – прилежная ученица и круглая отличница. У меня как-то так завелось, что с первого класса я отличница в школе, учусь на отлично. И участвую в разных олимпиадах по разным предметам. И, видимо, из-за этого и в обычной учебе все получается хорошо. За высокие достижения девочку пригласили на губернаторские приемы. Попросили вместе с мамой сделать елочную игрушку, которая займет место на одной из елок в резиденции губернатора. А сама Маргарита споет в ансамбле на открытии новогоднего приема. Ну, конечно, обрадовались. То есть для нас это новость, которая нас обрадовала. Для нас это, конечно, почетно и волнительно. Потому что Маргарита там еще и выступает, будет приглашена выступать. Поэтому, конечно, мы еще и волнуемся. Помимо того, что радуемся. Для новогоднего приема в резиденции губернатора впервые поставили и нарядили елки. А рядом установили декорации по мотивам сказки «Щелкунчик». В правительстве Челябинской области зажгутся тысячи огней сразу на четырех новогодних красавицах. Все это для самых одаренных детей региона. Губернатор захотел пригласить этих детей для того, чтобы поздравить, сказать им хорошие и добрые слова в конце этого года. Потому что они отличились по разным направлениям своей деятельности, своего творчества, своей учебы и работы. Всего на новогодний прием пригласят 70 детей. Это спортсмены, отличники учебы и победители областных, всероссийских и международных конкурсов. А для детей из малоимущих семей в этом году впервые в резиденции главы региона проведут елку желаний. Представители правительства исполняют мечту ребят и вручат им подарки.